Ну нахер! Чтобы поскорее потерять подкожный жир, чтобы летом в легких одеждах, ну и на пляже где-нибудь выглядеть краше, чем мы есть сейчас. Чтобы быть более стройными, более поджарными. Вот. Существует очень много схем, как похудеть, очень много диет. Многие из них конкретные, но вот этой конкретики сложно придерживаться. Потому что продуктов очень много, вкусовых предпочтений очень много. Хочется разнообразия максимального. И большинство людей вот этих диет с расписанными граммами по каждому продукту придерживаться не могут. Я, кстати, тоже отношусь к этим людям. Педанты, да, они любят, чтобы все строго было расписано по граммам, могут все это соблюдать и на них работает. Но процентов 95 людей не такие. Поверьте мне, я 40 лет прожил на этой планете, изучил много людей. Большинство такие, как я, в диете, они не любят суперконкретики. На них все это не работает, загоняет быстро в скуку. И все, и режим не соблюдается. До свидания, похудение. Поэтому, друзья, я не составляю диет каких-то, даже платно, когда вы мне пишете просьбы в личке. Программы, это одно, тренировок. Там есть много конкретики. А вот в диетах, нет, лучше конкретики не придерживаться. И я вот, допустим, не люблю ограничивать так сильно людей, загонять их вот в эти рамки подсчета граммов и конкретных продуктов. Поэтому я вам сейчас поведаю свои 6 правил похудения. Гениальные, простые правила, которые многие знают, но не всегда могут собрать их в одно место. Придерживайтесь этих правил и успех у вас будет 100%. Поехали. Очень интересно. Дальше посмотрим. Итак, друзья, первое правило, основополагающее. Придерживайтесь интервального голодания. Что это такое? Сутки делятся на две части. Одна часть, состоящая из нескольких часов, когда вы можете принимать пищу. И другая часть, которая, как правило, больше в два раза, чем первая часть, когда вы пищу принимать не можете. Причем любую пищу. В это время можно только пить чистую воду, либо чай без всего. Без сахара, разумеется, тоже. Ну, лучше всего просто чистую воду. Итак, это работает очень хорошо. Есть нельзя в эти часы, когда нельзя, ничего, даже если вы голодны. Это удобно, потому что избавляет вас от спекуляций, которые бывают на диетах. Вот помидоры, вот огурцы, вот сладкий перец, вот там еще что-то. Это же можно съесть. Вот грейпфрут, да. В этом все мало калорий, как бы. И начинает человек вечно думать, что бы и когда съесть. Типа можно. И из-за этого он плохо худеет. А здесь часы, когда можно, часы, когда нельзя, а все. И даже не возникает желания какого-то что-то съесть, потому что нельзя. Если вы, конечно, умеете хоть что-то соблюдать. Нет. Итак, какие бывают подразделения интервального голодания? Восемь часов прием пищи разрешен, шестнадцать часов не разрешен. К примеру, с десяти утра до шести вечера можно потреблять пищу. Во все остальное время нельзя. Ничего, напомню, кроме воды. Восемь часов – это схема, которая уже большинству позволит за несколько месяцев очень серьезно похудеть. Но со временем можно прийти к шестичасовой схеме постепенно. К восьмичасовой можно переходить сразу. Как я сказал, например, с девяти утра до пяти вечера. Там через недельки три можно перейти к семичасовой схеме. Семь часов против семнадцати. Ну, еще там через две-три недели можно прийти к шестичасовой схеме потребления пищи. То есть, шесть часов можно потреблять, восемнадцать часов нет. Ну, допустим, с десяти утра до шестнадцати часов дня можно, все остальное время нельзя. Но это, как правило, крайние случаи. Большинство людей сможет похудеть до того состояния, которое эти люди считают предпочтительным для себя, уже при восьмичасовом интервальном голодании. А дальше как пойдет. Друзья, это первое и основополагающее правило. Замечательно. Правило номер два. Тоже очень важное. Если вы думаете, что избрав схему интервального голодания, вы в любом случае похудеете, особенно избрав схему шесть часов против восемнадцать часов, то при определенных условиях вы все равно будете заблуждаться. Вы не похудеете. Смотрите, как работает интервальное голодание. Если вы потребляете более-менее нормальную пищу, вы не можете потребить за отведенное количество часов столько килокалорий, чтобы в итоге по суткам не наступил дефицит потребления. И вы худеете автоматически. Но если потреблять очень неправильную пищу, которая очень мощно раскочегаривает выработку инсулина, в итоге вы спокойно можете съесть профицит килокалорий, даже там за шесть часов, отведенных для еды. И плюс ко всему, в те часы, когда есть нельзя, вы будете настолько голодны, что будете умирать с голода. Это все из-за инсулина. Как этого избежать? Друзья, в отведенные часы для пищи нельзя заменять приемы пищи фастфудом. Нельзя питаться фастфудом. Также нельзя есть кондитерку и нельзя пить всякие сладкие напитки. То есть вот такие главные три ограничения. Нет кондитерки, нет сладким напитком и нет фастфуду. Небольшие порции каких-то там все-таки сладостей после приемов пищи можно себе позволять. Маленькая пирожка, но именно после определенного приема пищи, а не отдельно. Маленькая мороженка, пару конфеток. Это не повредит на интервальном голодании. Если это именно как десерт после основного приема пищи идет. Но в небольших количествах. Это было правило номер два. Не раскочегаривайте инсулин, иначе ничего не получится. Я хочу просто поесть. Переходим к правилу номер три. Итак, вы перешли на интервальное голодание, отбросили плохую пищу с высоким гликемическим индексом. Оставили ее чуть-чуть только после основных приемов пищи. Теперь вы можете питаться всем остальным, что вам известно. Всем остальным разнообразием продуктов. Но прикидка по БЖУ все-таки какая-то нужна. Прикидка. Я назову цифры, но прям считать ничего не надо. Просто прикидка. Белки. Для мужчин примерно 1,3 до 1,5 граммов белков на килограмм веса тела. Именно для тех людей, которые занимаются спортом. Это мужчины. Для женщин меньше. В районе 1 грамм 1,2 грамма белков на килограмм веса тела. Белки преимущественно животного происхождения. Далее. Жиры. Для мужчин примерно 0,8 граммов жиров на килограмм веса тела. Преимущественно растительных. Для женщин это может быть до 1 грамма жиров. Опять же, преимущественно растительных на килограмм веса тела. Далее. Углеводы. Углеводы вообще прикидывать не надо, поскольку у вас пища, я подчеркиваю, без высоких гликемических индексов. Углеводов сколько получится, столько получится. Их вообще можно не прикидывать. Вы их в любом случае в рамках интервального голодания не потребите больше, чем надо. Что нужно примерно прикидывать, кроме белков и жиров, которые напрямую связаны с состоянием здоровья ваших органов? Также нужно прикидывать, чтобы в ваш организм постоянно поступала клетчатка. Клетчатка очень важна для здоровья пищеварительной системы. Плюс обычно там, где клетчатка, много микроэлементов и витаминов. Это всякая зелень, овощи. Вот, друзья, следите за белками, жирами, как-то вот так приблизительно, и за клетчаткой. Из всего того многообразия пищи, которое вы потребляете. Идем далее. Гениально. Правило номер 4 регламентирует, как вам все то потреблять, что можно потреблять. Каким образом? Друзья, очень не рекомендовано постоянно что-то перекусывать. Как правило, не существует нормальной пищи для перекусов. По крайней мере для постоянных. Постоянно что-то жевать, якобы в эти часы интервального голодания можно есть. И я ем все, что хочу, перекусываю 20 раз. Вот. Нет, так не годится. За отведенные часы, когда вы можете потреблять пищу, у вас должно быть 2, а лучше 3 полноценных приема пищи. И перекусы запрещены. То есть никаких, даже если это будет 4 приема пищи, но без перекусов. То есть за 8 часов, допустим, вы так распределили мелкими порциями, все-таки 4 приема пищи. Но опять же, это не перекусы. Я подчеркиваю, когда вы часто перекусываете, вы дергаете выработку инсулина. А инсулин способствует тому, что текущая энергия из вашей крови быстро перебегает в жиры под вашу кожу. И в итоге вы очень голодны в те часы, когда вы есть не имеете права, а это плохо, вы будете страдать. И с другой стороны, вы будете плохо худеть, потому что днем под вашу кожу жир будет набегать. А ночью и вечером, когда есть нельзя, он будет убегать туда-сюда. И в итоге похудения особо не будет из-за вот этих перекусов. Поэтому желательно, максимально оптимально, как я считаю, 3 полноценных приема пищи. За отведенные часы, когда есть можно, без всяких перекусов и будет все отлично. Я жрать хочу, не могу! Друзья, после озвученных 4 правил, ваши рамки пищевого поведения уже полностью определены. То есть в этих рамках вы можете все, что хотите кушать, все, как хотите вы приготовить, различные виды пищи и виды приготовления. То есть полная свобода в этих рамках. Ну, полной свободы, как вы понимаете, не бывает. Но в рамках вот в этих все равно свободы достаточно много. Намного больше, чем когда все расписано по граммам и по каждому продукту, как вы понимаете. Теперь остается еще 2 правила. Правило номер 5. Желательно потреблять много чистой воды. И причем включая те часы, когда нельзя есть. Ну, то есть в любое время потребляйте больше воды, даже чем вам хочется. Именно чистой. Не везде она есть, кое-где в городах хлористая вода, да. Вот в этих местах даже фильтры не помогут. И нужно, наверное, покупать чистую. Ну, если вы можете себе это позволить. Здоровее будете. Вот. Как делаю я? У меня есть фильтр. Я набираю из-под кранов фильтр, воду постоянно фильтрую. И пью столько воды, сколько хочу. Пью даже больше, чем хочу. Не сильно больше, но несколько больше. Там на пару стаканов больше, чем я хочу. Там это в районе 3 литров в день получается для меня. Вот. Пейте много чистой воды. Вода это природный идеальный растворитель. Чем больше вы пьете воды, тем моложе будете, здоровее. И тем больше будет различных положительных процессов происходить в вашей пищеварительной системе. В том числе, благоприятно влияющих и на жиросжигание. Поразительно. Правило номер 6. Занимайтесь спортом. Друзья, вот именно шестое правило связано с потерей энергии. Четыре первых правила были связаны с приобретением энергии. Пятое правило про воду отдельно. А вот шестое правило гласит, что энергозатраты нужно увеличить. Тогда вы быстрее будете худеть. Ну это же очевидно, да? Дефицит килокалорий за сутки проще достигнуть, если не только уменьшить потребление, но и увеличить затраты. Многие из нас живут в условиях сидячего образа жизни. При таких условиях сложно худеть. Да. Соблюдая предыдущих 5 правил, вы все равно можете хорошо худеть. Ну, до определенного момента. Но тонуса в ваших мышцах не будет. И вы, возможно, будете вялы. Потому что все-таки движение – это жизнь. Как двигаться? Что делать? Вот здесь на самом деле очень много свободы. Если вам кто-то сказал, что есть определенные тренировки для жиросжигания, и вот нужно только так заниматься и больше никак, только так ты похудеешь. Это бред, чушь. День. И маркетинг. На самом деле можно из двигательной активности выбирать что угодно. 10 тысяч шагов каждый день обязательно пройти. Обязательно на велике, хотел сказать, на велосипеде проехать, там километров сколько-то, на лыжах прокатиться, пробежать где-то. Ну, помимо шагов, какой-то кардио сделать, какой-то кроссфит легкий, даже в домашних условиях. Но силовых тренировок может быть не более двух в неделю. Не более двух. Все остальное – вот любая активность, которую вы можете себе придумать и которая вам нравится. Да бадминтон даже. Вот смотрите, там ребята, солнце светит, ребята там вот гоняют жиры сзади на площадке, футбол играют. Ну, конечно же, не ради жиросгона, это я шучу, просто потому что им нравится. Сам бы сейчас поиграл с ними. В общем, как-то так, друзья, различные виды активности. Просто увеличьте затраты килокалорий. Как вы это сделаете? Как угодно. И желательно по нескольку таких видов активности за день. Это невысокоинтенсивная работа, но достаточно продолжительная. Час, два, где-то три. Ну, допустим, два часа прогулки плюс час в бадминтон поиграть, да? И где-то две силовые тренировки за неделю. В итоге и тонус мышечный будет, и вы будете ощущать себя лучше, потому что разум с телом физическим очень сильно связан. Вот, вот как-то так. Здесь у вас тоже много свободы. Здесь я тоже вам не обрисовываю строгих каких-то рамок. Делайте только этот вид спорта, и больше никакой. Все остальное фигня. И жиросжигания не будет. И нужен только определенный пульс, и вам обязательно нужен браслетик с каким-то пульсом. А при другом пульсе типа жиросжигания не будет. Это, опять же, полная дичь. Дичь! Дефицит килокалорий по итогу, и вы будете худеть как положено, без всяких определенных пульсов. Поверьте на слово. Ну, если врешь. Все, друзья. С вами был Алексей Шредер. Обязательно после просмотра видео не забывайте поставить лайк этому видеоролику. Он был достаточно лаконичен, достаточно простой, я считаю, и очень полезен. Всем пока! Гляди! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова